Здравствуйте! При конструкции улиц Путина и Медведева президент Алан Гоглоев проверил ход работ. Проблема решена. Лаборатория РММЦ возобновила свою работу. Проведен ремонт медоборудования. Вадим Тедеев переизбран на должность ректора. Состоялась расширенная конференция в ЮГУ. Вадим Тедеев переизбран на должность ректора. Уложиться в сроки. Материал готовится к эфиру. Мы к нему вернемся. Ну а пока к другим темам. Ректором ЮГУ переизбран Вадим Тедеев. В Югостинском госуниверситете прошла расширенная конференция сотрудников вуза. Помимо выбора ректора на повестку дня был вынесен и вопрос утверждения структуры ученого совета. Вновь избранный ректор выразил благодарность присутствующим за оказанное доверие. Выборы ректора Югостинского государственного университета состоялись. На эту должность переизбран Вадим Ботазович Тедеев. Решение было принято на шестой научно-педагогической конференции. Выборы проходили путем тайного голосования. Из 334 присутствующих делегатов за кандидатуру Тедеева проголосовало 328. В графе «Против» было два голоса. И четыре бюллетеня были испорчены. По окончании процесса голосования результаты были оглашены председателем комиссии. Вадим Тедеев поблагодарил всех за оказанное доверие. Он адресовал слова благодарности за поддержку и руководству республики во главе с президентом Аланом Гоглоевым. Я, конечно, всем благодарен и голосующим за, и голосующим против. Я благодарен и нашим гостям, благодарен легендарному коллективу Югостинского государственного университета, коллективу сотрудников, коллективу студентов. Я хочу верить свою благодарность в адрес президента республики Аланом Гоглоевым. Когда еще голосование не вращалось, он позвонил и желал мне удачи. Это мне было очень приятно, потому как такая форма взаимоотношений главы республики с ректором придает мне и, наверное, всему коллективу больше сил, чтобы и дальше уверенно в воздухе двигаться вперед. Ранее был представлен отчет ректора Югостинского вуза Вадима Тедеева, о проделанной работе за 10 лет. Ученый совет Югостинского госуниверситета признал его удовлетворительным и кандидатура Тедеева была единогласно утверждена на должность ректора. Я обещаю, что сделаю все от себя зависевшие, чтобы вам не было за меня стыдно. И те задачи, которые мы уже обозначили, и те идеи, о которых я говорил, их много. Это и военная кафедра, это и сотрудничество с госархивом Российской Федерации. Многое чего-то. Я просто на вскидку обозначил два пункта, но их десятки, которые мы будем выполнять, Вадим Тедеев будет занимать этот пост еще следующие пять лет. В работе шестой научно-педагогической конференции по выборам ректора Югостинского госуниверситета также приняли участие представители руководства и парламента республики. Лена Газаева, Александр Куков, информационный выпуск «Сегодня». С переизбранием на должность ректора ЮГУ Вадима Тедеева поздравил президента Ланга Глоев. Цитата. «Совместно с профессорско-преподавательским составом университета вы внесли неоценимый вклад в дело укрепления и совершенствования образовательного процесса в республике. Уверен, что университет под вашим руководством и впредь будет высоко держать марку ведущего Центра Отечественного Высшего Образования». Конец цитаты. Материал объезда президента готов к эфиру. Материал Стеллы Бязровой. Вопросы комфорта и благосостояния граждан для меня как главы государства – приоритет. Алан Гоглоев побывал в парке культуры и отдыха имени Валерия Хуболова, отстроенного в рамках инвестпрограммы в 2019 году. Представленный в начале строительства проект парка разительно отличается от того, что построено. Здесь должны были расположиться теннисный корт, детские площадки, летний кинотеатр, зеленые насаждения и облагороженный водоем, предназначенный для купания. Но по итогу в парке только водоем, и то не соответствующий санитарным нормам. Поэтому мы с вами с вами начали tea. Мы с вами говорим о том, что это достаточно? Ну, мы с вами садимся. Мы с вами садимся в форуме, с администрацией балансой. Но это не все. Все, я не могу сэр. Что-то родный салит. Мы садимся в 11-мыхом, что было с 81 тысячи. Мы садимся везем в 19-мыхом, на 10-мыхом. Так, что это U-2-лога, на 10-мыхом? Субтитры создавал DimaTorzok Застройщиком выступала подрядная организация Цхимвальской строительной компании. В их отношении генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по подозрению в растрате имущества. Субтитры создавал DimaTorzok Парк был передан только в прошлом году. За чистотой и порядком следят работники благоустройства. Однако и посетители парка не стремятся поддерживать чистоту. Разбросанный мусор, а корки и агресски стали привычным делом. Еще одну проблему, которую обозначил президент – отсутствие зеленых насаждений. По проекту в парке должны были высадить саженцы, дуба, бука и других лиственных деревьев. Субтитры создавал DimaTorzok Алан Гоглойф потребовал от соответствующих ведомств в кратчайшие сроки представить предложение по благоустройству парка культуры и отдыха. Необходимо исправить сложившуюся ситуацию, чтобы у жителей и гостей города была возможность проводить свой досуг в уютном, красивом и облагороженном месте, подчеркнул глава государства. В ходе инспекционного обхода городского парка была затронута и проблема городского озера. Столичный водоем в этом году останется без воды. О причинах рассказал глава городской администрации Ромео Хугаев. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Он отдал поручение очистить ее и привести в порядок. Далее президент проинспектировал ход строительных работ в микрорайоне Московский. На основных улицах района Дзюцата Хадзамурата и Медведева планируется расширить дорожное полотно, сделать парковочные места перед школой и детскими садами. Президент положительно оценил строительные работы и поручил дорожникам завершить их к началу учебного года. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь полностью разбит асфальт образовались ямы и ухабы. Жители спального района обратились к депутату, председателю партии НХАЗ Дети Бесаевой. Она в свою очередь озвучила проблему главе государства. С самых первых дней это проблема с водой дороги. Мы инвест-программа набухала в то, что мы не хотели, но мы не хотели, но мы не хотели, но мы не хотели, но мы 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 хотели. Алан Гоглоев поручил главе Кома Автодора изыскать средства, разработать проект и приступить к ремонтным работам на данном участке дороги. Стелла Бязерова, Сармат Гузитаев, Тамерлан Кусраев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Лаборатория РММЦ возобновила свою работу и готова вновь принимать пациентов. Из-за неисправности оборудования и неудобства испытывали не только больные, но и сами медработники. Проблема была решена в кратчайшие сроки по поручению президента. Ранее Лангоглоев в рамках инспекционной поездки посетил Республиканский многопрофильный медицинский центр. Глава государства ознакомился с качеством оказания медуслуг, а также с условиями пребывания и лечения больных в стационаре. Президент жестко раскритиковал деятельность сотрудников, отвечающих за функционирование медоборудования. Он поручил незамедлительно приступить к решению всех обозначенных вопросов. В лаборатории РММЦ успешно проведен ремонт оборудования. Лаборатория возобновила свою работу и продолжит предоставление качественных медицинских услуг. Автоматический анализатор для проведения биохимических исследований функционирует в полную мощь. Благодаря этому аппарату у медиков есть возможность проводить срочные тесты, не останавливая основного процесса. Вот, значит, аппарат САФИ-500 у нас периодически ломается. То есть не было налажено плановое техническое обслуживание данного аппарата. Теперь мы переходим, МИЗДРА переходит совершенно в другую работу. Два раза в год по рекомендации техника мы будем проводить плановое того. То есть есть детали, которые подлежат обязательной замене. Как пояснили работники здравоохранения, регулярно аппарат требует техобслуживания, поскольку часа использования приводит к поломкам. Сложность из-за поломки главного анализатора, ответственного за проведение широкого спектра лабораторных исследований, приводила к замедлению процесса обработки образцов и увеличению времени ожидания результатов для пациентов. Кроме того, лаборатория обслуживает не только городские медучреждения, но и районные. На сегодняшний день нет необходимости, чтобы из районов люди приезжали в город, чтобы сдавать анализы. На местах у них есть кабинеты заборов биоматериала. Биоматериал забирается там и, естественно, заставляется в определенные дни в нашу лабораторию. Благодаря быстрой и профессиональной работе инженера Евгения Доброродного, проблема была быстро выявлена и устранена. Специалист провел комплексный ремонт анализатора, заменил неисправные детали и сделал необходимую калибровку. Быстрая починка позволила лаборатории продолжить свою работу. Доставка биоматериала производится в лабораторию специальных по мировым стандартам вакуумных пробирках. Забор крови производится в процедурных кабинетах отделений. Путаница того или иного биоматериала полностью исключает. Преимущество автоматического биохимического анализатора заключается в том, и, исключая человеческий фактор в ошибке, то, что пробирка сама, не трогая, подается на борт автомата. Команда специалистов в лаборатории РММС стремится качественно выполнять свою работу. Ремонт оборудования – еще один шаг в достижении этой цели. Помимо биохимических исследований у нас выполняются еще и гематологические исследования. Для этого у нас тоже есть, как уже сказали, гематологический анализатор, полностью автомат МЭК-6510. И все исследования гематологические выполняются здесь и для детской больницы, и для взрослой. И вообще большое количество анализов мы выполняем для диспансеризации, ежегодной диспансеризации, как для взрослого населения, так и для детей. Как пояснил заместитель министра здравоохранения Родион Сиукаев, в приобретении нового оборудования помог наш соотечественник, меценат Александр Плиф. На данном микроскопе сотрудники, сама Карина Герсановна, ее сотрудники смотрят различные стеклышки, то есть, когда иногда глазом надо посмотреть формулы крови и прочее. Этот микроскоп нам подарил наш соотечественник Александр Таймуразович Плиф, который проживает в настоящее время Сочи. По словам специалистов РММЦ, пациенты могут быть уверены в надежности и точности результатов, получаемых в медицинской лаборатории. Данное оборудование исключает возможность ошибок и повышает качество обслуживания. Лена Газаева, Рауль Кочиев, Зарима Арсоева, информационный выпуск сегодня. Продолжается капитальный ремонт участка дороги РЦО-Синагур. Основные работы будут завершены в этом месяце, после чего дорожники приступят к асфальтированию. Напомним, что ремонт горной трассы проводится в рамках инвестпрограммы. По проекту полностью строительство объекта завершится в 2024 году. В рамках инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию» Республики Южная Осетия проводятся ремонтные работы на дороге РЦО-Синагур. Строителям приходится учитывать особенности местности. В настоящее время рабочие выравнивают дорогу. Предусматриваются защитные мероприятия и дополнительные сооружения. Это мосты, подпорные стены, в местах обрывов лавин и оползней. По словам прораба Иристава Хугаева, через месяц они уже приступят к асфальтным работам. Продолжение следует... По словам рабочих, имеются достаточное количество и техники, и живой силы. Рестав Хугаев также уточнил, что в этом году успеют покрыть асфальтом приблизительно 10 километров дороги. В целом длина участка 20 километров. По словам главы Синогурской сельской администрации, жители довольны ходом и темпами работ. Мы должны создавать деньги, и мы должны просто кусать техники. Мы должны делать деньги, и мы должны делать деньги, и мы должны делать деньги. Мы должны делать деньги. Заказчиком капитального ремонта является Комавтодор. Работы выполняет подведомственная ему ГУП «Юго-Сетстройинвест». Реализация проекта осуществляется в три этапа и завершится в 2024 году. Оксана Джуэва, Арнольд Харебов, ГТРК «ИР». Информационный выпуск сегодня. В селе Тиногар Ленингорского района состоялся концерт хореографического ансамбля «Арверон». Артисты представили свои лучшие постановки. В концертной программе принял участие заслуженный артист Южной Осетии Ибрагим Икаев. На мероприятие побывала и наш корреспондент Анжела Кукоева. В полный зрительный зал и нестихающие овации тиногарцы окунулись в атмосферу национальных танцев. В Доме культуры селения Тиногар прошел концерт хореографического ансамбля «Арверон» под руководством Ласко Гусоева. Перед началом присутствующие минутой молчания почтили память героев, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Ансамбль показал зрителю свои лучшие постановки, подготовив яркую и впечатляющую концертную программу. В репертуаре ансамбля 12 номеров. Каждая постановка наполнена яркими эмоциями, кавказским темпераментом, пропитана харизмой, гордого и свободолюбивого народа. Концерт посетили представители администрации президента. Танец приглашения «Девичий и Остинский перепляс» различные хореографические постановки сменяли друг друга, вызывая бурные овации зрителей. В концертной программе принял участие и заслуженный артист Южной Осетии Ибрагим Икаев. Ансамбль «Арварум» принимает участие в различных мероприятиях и форумах, которые проводятся за пределами республики. Неоднократно хореографический коллектив выступал в Черкесии по приглашению нашего соотечественника, заслуженного артиста Южной Осетии и Карачаева Черкесской республики Эдуарда Хукаева. В июне ансамбль вернулся из Сочи с фестиваля «Жемчужина Черноморья». На родину ансамбль всегда возвращается с высшими наградами. Вы не поверите, какое удовольствие я получила, когда наши дети не только танцевали, но и показали свою культуру. Я хочу вам огромное спасибо за то, что вас хотел повести. По имени главы имени Морского района и администрации я хочу наградить ансамбль «Арварум» художественным руководителем, который Мусоев Лоско-Гибич, за сильное участие во втором международном фестивале «Жемчужина Черноморья». Поздравляем вас! Художественный руководитель ансамбля «Арварум» Дома культуры селения Тиня Горловского Гусоев уже 11 лет прививает ребятам любовь к национальной культуре. И успех подопечных во многом зависит от него. Впереди у ансамбля множество. Много работы. Артисты готовятся к очередному фестивалю, который пройдет в Москве. Я воровитель села, но я хочу закончить мероприятие. Я хочу вам выполнить фестивалю, что в Москве было в Москве. Я культурно-работок, и финальный конкурс сегодня, и сегодня вернемся к национальной культуре. Юные артисты к своим выступлениям относятся ответственно с полной отдачей и мастерством, которую вложил в них руководитель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Танцоры ансамбля и дальше будут заниматься любимым делом. Завоевывать награды и показывать большой аудитории красоту осетинского танца. Анжела Кукоева, Геннадий Мамитов, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 7 июля. Завтра в республике будет ясная солнечная погода. В Знаурском районе днем 29 градусов тепла, ночью плюс 16. В Завском районе днем плюс 26, ночью плюс 13. В городе Квайса днем плюс 24, ночью плюс 12. В Ленингорском районе днем плюс 28, ночью плюс 16. В столице республики Ивцхинвали днем плюс 28, ночью 17 градусов тепла. У меня на этом пока все. Я благодарю вас за внимание. До свидания.